Издательство «Эксмо». Патрисия Лав, Стивен Стосны. «Любовь, которой не нужны слова. Как улучшить брак без разговоров о нём» от авторов. Исследования, на которые опиралась эта книга, как и все прочие, касаются усреднённых групп, а не конкретных людей. Гендерные исследования много говорят о группах, но гораздо меньше о каком-либо мужчине или женщине. Чтобы оценить разницу между группами и индивидами, достаточно просто подумать о росте. В среднем мужчины выше женщин. Это утверждение означает, что если случайным образом взять 25 человек, то средний рост мужчин превысит средний рост женщин. Однако в группе наверняка окажутся невысокие мужчины и высокие женщины. В этой книге мы будем говорить о различиях между мужчинами и женщинами в том, как мы воспринимаем стыд и страх. Но при этом нужно помнить, что истины, применимые к любым группам, всегда имеют исключение. Мы не хотим втискивать конкретных людей в ту или иную эмоциональную категорию. Мы надеемся пролить свет на некоторые важные проблемы, влияющие на большинство отношений, и предложить формулы для их преодоления. Никаких выводов в отношении социальной политики, равенства, интеллекта и склонностей. Мы твердо убеждены, что материал этой книги не может служить поводом для выводов в области социальной политики. Например, равной оплаты за труд или равенства интеллекта, способностей или возможностей. Мы абсолютно точно знаем, что мужчины и женщины в равной степени наделены интеллектуальными способностями и талантами и заслуживают уважения и высокой оценки. Мы искренне надеемся, что идеи, заложенные в этой книге, помогут нам уважать друг друга и ценить индивидуальность и соединенность. Нужно понимать, в чём мы похожи, а в чём различны, и как должны чувствовать друг друга. Вступление. Дело не в коммуникации. Давайте начнём с вопроса наших слушательниц. Что произойдёт, если вы скажете своему мужчине? «Дорогой, нам нужно поговорить о наших отношениях». Если он ответит что-то вроде «Я думал, ты никогда об этом не заговоришь» или «Умираю от желания поделиться своими мыслями о нашей совместной жизни, а больше всего мне хочется услышать о том, что ты думаешь о нас и чего для нас хочешь», то ни ему, ни вам нет нужды слушать эту книгу. Большинство женщин считают, что мужчины в ответ на такое предложение закатят глаза, включат защитный механизм, отвлекутся на что-то другое, разозлятся или просто умолкнут. А большинство мужчин воспримут это предложение как наказание за преступление, которого они не совершали. У вас наверняка были подобные разговоры. Она знает свой текст, он свой, и всё кончается ещё хуже, чем начиналось. Неудивительно, что любой мужчина больше всего боится сакраментальных слов. «Дорогой, нам нужно поговорить». На семинарах и терапевтических сеансах мы спрашивали женщин, как им раньше удавалось заставить мужчин говорить об отношениях. Чаще всего мы слышали «никак не удавалось», потому что он не умеет общаться, он злится, защищается или раздражается, ему просто неинтересно. Что ж, выяснилось, что в области разговоров об отношениях мужчины знают нечто такое, чего не знают женщины. Исследования и наши общие 50 лет клинического опыта постоянно показывают, что, несмотря на лучшие намерения, разговоры об отношениях обычно ухудшают, а не улучшают ситуацию. И это никак не связано с отсутствием интереса или неумением общаться вашего партнера. Женщина желает говорить об отношениях, потому что ей тревожно и хочется почувствовать себя лучше. Мужчина не желает разговаривать, потому что от разговоров не почувствует себя лучше. В действительности он почувствует себя только хуже. И вне зависимости, будут его заставлять говорить или нет, оба почувствуют разочарование и отдалятся друг от друга. Такое одиночество разъединения лежит в основе каждой ссоры или ледяного молчания, которые еще больше усиливают разочарование или обиду. А это ведет к еще большему дистанцированию, которое может закончиться разрывом отношений. Мы считаем, что хронический стресс разъединенности, со временем возникающий в большинстве союзов мужчин и женщин, проистекает из незначительного различия в том, как представители разных полов воспринимают страх и стыд. Различие это становится заметным вскоре после рождения. И оно заложено в вопросе, будем мы говорить об отношениях или нет. Истинная причина, по которой женщина хочет такого разговора, помимо обиды и подавленности, заключена в том, что чувство разъединенности вызывает у нее тревогу, а на глубинном уровне — ощущение одиночества и страха. Истинная причина, по которой мужчина не хочет говорить об отношениях, в том, что ее неудовлетворенность заставляет его чувствовать себя неудачником. На глубинном уровне ему просто стыдно. Стыд слишком силен, чтобы мужчина мог понять страх женщины, а страх женщины мешает ей заметить его стыд. Когда они пытаются ослабить чувство уязвимости через разговор или уклонение от него, обоих ожидают разочарование и сердечная боль. Отношения могут разрушиться, даже если никто из вас не совершит ошибок. Для этого достаточно непонимания роли, страха и стыда в вашем отдалении друг от друга. Понимание уязвимости друг друга и умение справляться с ним даст вам новый взгляд на отношения, дуалистическую перспективу, основанную на двух точках зрения. А это ведет к пониманию, связи и настоящей любви. В первой части книги мы поговорим, как стыд и страх мешают получить то, чего вы хотите больше всего. Во второй части мы расскажем, как использовать страх и стыд, чтобы любить друг друга сильнее, не прося партнера меняться. Ни в чем. И вы можете сделать это, выделяя всего 4 и 3 четверти минуты в день и не разговаривая о своих отношениях. Вы сможете сделать это, потому что оба этого хотите. Он тоже хочет близости и любви. Верите вы или нет, но исследования и клинический опыт показывают, что большинство мужчин, включая тех, кто игнорирует свою партнершу или воспринимает ее как должное, хотят более близкой и эмоциональной связи точно так же, как большинство женщин. Чаще всего мужчины считают свою партнершу лучшим другом, надежным, доверенным лицом и самым важным человеком в своей жизни. Несмотря на стереотипы о закатывании глаз и кризисе среднего возраста, большинство мужчин удовлетворены внешностью своей партнерши. В действительности они вовсе не хотят, чтобы их женщина как-то серьезно менялась. Исследования и клинический опыт говорят нам также и о том, что брак и серьезные любовные отношения для здоровья и благополучия мужчин гораздо важнее, чем для женщин. Разведенные мужчины в сравнении с женатыми работают хуже и живут не так долго. Кроме того, у них отмечается заметное снижение качества жизни. Они чаще становятся алкоголиками, совершают самоубийства, заболевают физически или психически, теряют работу и попадают в дорожно-транспортное происшествие. Они теряют контакт с друзьями, перестают посещать церковь, выходят из социальных групп и со временем оказываются в полном одиночестве, за исключением тех, с кем встречаются в баре. Короче говоря, они теряют смысл и цель жизни. Без партнерши мужчины просто теряют стимул к жизни. Если исследования справедливы, а наш клинический опыт подсказывает, что это именно так, то мужчины и женщины хотят от отношений одинаковой близости и связи. Так почему же у большинства из нас все заканчивается, как у Марлен и Марка?